Итак, всем привет, с вами Дубгай, и в этом видео мы поговорим про воздушные доктрины, какая из них лучше, какие вообще полезны, для чего. Но перед началом видео я порекомендую вам подписаться, если вы еще вдруг не подписаны, чтобы не пропускать другие полезные и интересные ролики. Поехали! Итак, начнем мы со стратегических бомбардировщиков первой доктрины, стратегическое разрушение. Как понятно из названия и описания, это как раз таки доктрина про стратегические бомбардировщики. Более того, здесь есть еще и выбор очень важный, просто куча стратов бомбардировщиков, дополнительная бомбардировка, эффектность конвоем, либо начиная бомбардировка. Я вам скажу, начиная бомбардировка очень сильна, то есть первая доктрина, если вы хотите пойти именно в бомбардировщики, ну очевидно это подходит не всем странам, а только некоторым, допустим США, возможно Британии, то есть странам, которые могут быть уверены в своей собственной безопасности и им не нужно непосредственно выигрывать воздушные бои над какими-то наземными боями. То они могут вот так вот работать на дистанцию, постепенно уничтожая вражескую промышленность. Это очень действенная стратегия, если у вас есть на это время и самое главное ресурсы. Что еще есть в этой доктрине? Как ни странно, это вторая доктрина по эффективности воздушных боев. Потому что здесь есть обнаружение истребителям, здесь есть маневренность истребителей, также здесь есть еще на выбор эффективность истребителей, либо перехватчиков, и еще дополнительное обнаружение перехватчиков. То есть в принципе на самом деле очень даже плотно заряженная доктрина, ее нельзя недооценивать. И в отличие от третьей доктрины, в которой есть все эти бафы и даже больше, но они здесь в третьей доктрине попозже, поэтому третья доктрина раскрывается позже. В отличие от первой, которая вполне себе, если вам нужны бафы прямо сейчас, может вам их дать. Просто даже первые бафы это уже обнаружение, это уже сильно. Потом опять-таки снова обнаружение, тут уже совсем близко маневренность. Здесь же и маневренность дальше, и вот эта вот эффективность, и асы тоже дальше. Кроме того, как я и говорил, начиная бомбардировка очень эффективна, если правильно забилдить свои самолеты и в принципе построить вокруг этого свой билд. Возможно я когда-нибудь выпущу отдельное видео на эту тему, потому что это прям реально очень сильно. Но мы переходим ко второй доктрине. Как известно из описания, то это доктрина о штурмовиках. В принципе здесь на это и имеется большинство бафов. То есть эффективность штурмовиков, наземная поддержка, дальше некоторые бафы на как раз таки истребители, все-таки без них вы не можете сражаться. Но дальше опять-таки эффективность штурмовиков, бафы на маневренность штурмовикам, еще какое-то присутствие, наземная поддержка. То есть это именно фокусировка воздушных бафов на наземные бои. То есть если вы гарантированно берете присутствие в воздухе, вы уверены в том, что у вас больше самолета в воздухе, и вы точно будете его контролировать, у вас будет зеленый воздух, то вторая доктрина поможет вам максимальный урон нанести вашему противнику в бою. Максимально бафнуть ваши войска, максимально дебафнуть вражеские войска. Потому что я напоминаю, что наземная поддержка увеличивает характеристики ваших войск, а присутствие в воздухе как раз таки уменьшает защиту ваших противников. То есть в теории вторая доктрина наносит самый большой урон в наземном бою. Но существует практика, что если вы не выигрываете в воздушный бой, то и урон в наземном бою вы наносить своими самолетами не сможете. Поэтому мы переходим к третьей доктрине. И если задавать вопрос, какая доктрина самая лучшая, то в целом ответ в среднем будет как раз таки третья. Потому что третья имеет максимальное количество бафов на именно воздушный бой. Как ни странно, здесь написано, что это доктрина тактических бомбардировщиков. И отчасти это правда, потому что на удивление здесь и есть бафы к тактическим бомбардировщикам, но они столь малы и их настолько мало, что называть эту доктрину тактических бомбардировщиков было бы как-то смешно. Но парадокс момент. Тем не менее, по факту, именно здесь самые сильные истребители. Потому что здесь дается максимум обнаружения перехватчикам, затем эффективность перехватчикам также дается, обнаружение истребителям, эффективность истребителям. Но как я и говорил, видите, она очень низкая. Кроме того, здесь также есть асы. В отличие от первой доктрины, которая тоже дает много бафов истребителям и перехватчикам, но там асов нету. Соответственно, третья доктрина покажет лучший КПД в воздушных боях между истребителями, перехватчиками и вражескими бомбардировщиками, либо их же истребителями. Думаю, здесь все достаточно просто, потому что везде вы просто видите цифры, какие к чему прибавляются. И если в одном месте цифры больше, то, очевидно, это лучшее. Поэтому, как я и сказал, делаем достаточно простой вывод, что третья доктрина самая лучшая для воздушных боев. Первая доктрина отличная, если вы хотите воевать с вашим противником на удалении, в безопасности, уничтожать его промышленность. Опять-таки, очень классный ночной билд есть. И вторая доктрина, это когда вы абсолютно уверены в том, что у вас уже и так будет зеленый воздух. Допустим, ваш противник играет без истребителей, без самолетов вообще. То вы можете просто пойти во вторую доктрину и уничтожать действительно своими самолетами ворожескую пехоту, ворожеские вообще любые дивизии. Так что на этом все. С вами был Добгай. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Оставляйте лайки, комментарии, делитесь своими какими-то мыслями по доктринам. И до скорых встреч. Пока.